Привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Когда не дома, хобби на родных просторах. И значит мне есть что вам рассказать и показать. Уже более полугода я не записывал и не публиковал никаких роликов на своем канале. Хотя за этот период действительно было о чем рассказать и что показать. Но по разным причинам было все как-то не досок, все как-то не складывалось, никак не мог собраться. Да и этот ролик, который вы сейчас смотрите, скорее проходной, нежели капитальный. Надо же уже как-то прервать образовавшуюся нездоровую паузу на моем канале. А заодно я расскажу своим зрителям и подписчикам, на каком этапе находится начатый в конце марта прошлого года проект по модернизации радиолюбительского кратковолнового трансивера Mini-SV. Проект был начат без малого год назад. Об этом на моем канале был ролик-анонс. Всем, кому эта тема интересна, этот ролик видели. Но по разным, зачастую независящим от меня причинам, проект растянулся до сегодняшнего дня. На данный момент проект находится на финишной прямой. Ну, откровенно сказать, он находится на этой прямой уже с середины осени прошедшего 2021 года и все никак не может пересечь ленточку. Ну, тут так уж складывались обстоятельства. То один ковид, потом Новый год, потом второй ковид, другие какие-то дела. Все никак мне не удавалось довести этот проект до логического завершения, до задуманного. И вот уже не на горизонте, а практически на расстоянии вытянутой руки видна та самая пресловутая финишная ленточка, которую мы с этим проектом вот-вот готовы пересечь. И давайте я сейчас вам покажу, что мне удалось на текущий момент сделать. Ну и вкратце расскажу, сколько еще осталось до финиша. На данный момент трансивер находится вот в таком вот состоянии. Надеюсь, вы его узнали. Я показывал вам его в виртуальном виде в программе Solidworks в предыдущем ролике. Надеюсь, что у меня получилось почти все так, как я там и планировал, так как вы это все там и видели. Собственно говоря, здесь закреплены все основные элементы. Антенное гнездо, валкодер, плата управления с дисплеем. Не хватает пока только трех кнопок управления. И здесь будет установлена сеточка с динамиком, с громкоговорителем. Здесь закреплен разъем XT60. Ну почему этот разъем? Потому что большинство тех, кто пользует этот трансивер как выездной, как для активации в горы, в лес, куда-то в парке. Ну в общем, каким-то своим программам дипломным носит. Да и просто для собственного удовольствия выходит на природу. Используют литий-полимерные аккумуляторы, которые на 90% снабжаются именно вот такими вот разъемами. Раньше чаще встречались Т-разъемы, такие красненькие. Вот сейчас уже много лет 90% идут XT60. Поэтому я установил этот разъем. Здесь установлен переменный резистор с выключателем. Тот самый, который находился и в оригинале. Я его просто оттуда демонтировал и перенес сюда. Включение питания. Вот таким вот образом. Немножко не совсем правильно. Обычно вот себя включается. Но этот будет включаться на себя. Вот так включаем и добавляем громкость. Два энкодера с кнопочками. Оба. Для чего эти энкодеры я пока... Позвольте мне пока сохранить интригу, которую я задал еще в прошлом ролике. Но потерпите немного. О том, для чего эти энкодеры и кнопочки на них я расскажу вам, когда мы с вами будем проводить первое включение, первое кивишо. Тогда я вам все полностью расскажу. О всех своих задумках. Что и как реализовано. Ну, в общем, обо всем. Раскрою все тайны. Раскрою суть интриги. Значит, здесь валкодер. Он оптический. Вот. На нем закреплена хорошая удобная ручка с луночкой под палец. Ну, это как бы и красиво и удобно. На родном варианте там ручка, мягко говоря, не очень удобная. Ну, и антенное гнездо ТНЦ. Почему ТНЦ, а не БНЦ? А просто потому, что у меня их целая пригоршня. Ну, и выглядит он довольно симпатично. Я поставил ТНЦ. Почему не большой СО-239? Это чисто по габаритным соображениям. Он как-то здесь у меня не очень хорошо помещался. Можно было, конечно, его уместить. Ну, там надо было много чего внутри еще курочить. Не стал. Поставил обычный ТНЦ. Он здесь здорово смотрится. И вполне себе неплохой разъем. Вот как это выглядит на текущий момент. В ближайшее время я сделаю, установлю сюда сеточку и динамик. Сделаю кнопочки. Проведу внутри электрический монтаж. Все соединения. И все это будет готово к первому включению и к первым испытаниям. Как видите, осталось уже совсем немного. Я надеюсь, что в ближайшие две недели проект будет завершен. И тогда на моем канале появится финальный ролик. В котором я покажу работу модернизированного трансивера. Раскрою, наконец, интригу дополнительных энкодеров с кнопочками. Ну и всех своих задумок и технических решений, которые я применил для модернизации этого трансивера. А также сниму боковые крышечки, на которых закреплены органы управления. И, насколько это возможно, посмотрю, как устроен трансивер внутри. Какие я применил решения для крепления платы управления. Ну, той платы с дисплеем, которая на оригинальном трансивере находится на лицевой панели. Ну и вообще, как, в принципе, все внутри сделано. Ну, сами понимаете, корпус маленький, внутри достаточно тесно. Насколько получится мне все это внятно снять на камеру, я не знаю. Но, тем не менее, попытку такую сделаю. И все, что смогу, вам покажу. Все, что мне покажется достойным вашего внимания. На этом я буду этот коротенький ролик завершать. Спасибо, что смотрели. Заглядывайте на мой канал. Не забудьте подписываться. Если кому понравилось, ставьте палец вверх. Если кому не понравилось, что ж бывает и так, ставьте палец вниз. А самое главное, будьте здоровы. И до встречи на канале, когда не дома, хобби на родных просторах. Пока-пока.